Всем привет-привет! Всем отличной пятницы! Прежде чем начну расклад, скажу, что в разделе сообщества готов анонс. Он выйдет, если я не ошибаюсь, в 2 часа, либо в 3 по Москве. Ну, где-то в общем в обед. То есть, если вы утром смотрите расклад и зайдете в раздел сообщества и не увидите анонс, то ничего страшного, он в обед будет. Анонс на Блиц-консультации, который я провожу по выходным, на свободные вопросы в этот раз будет. То есть, вы можете прийти с одним вашим вопросом, который вас интересует. И я сделаю лично для вас расклад. То есть, у кого накопились какие-то свои личные вопросы, и вы хотели бы разобрать, но нет возможности прийти на индивидуальную консультацию. Кому-то она может показаться слишком дорогой. Блиц-консультации как раз-таки альтернатива индивидуальной консультации в более сжатые сроки и по более доступной цене. Это один момент. Второй момент будет касаться сегодняшнего расклада. Тема вы видели, какой опыт вы хотите прожить. Расклад будет на одну позицию, поэтому вы не видите камешков. Я окончательно еще не определилась, будут ли все расклады на одну позицию. Скорее всего, я склоняюсь к тому, что более такие глубокие расклады я буду делать на одну позицию, более легкие, на мой взгляд, энергетически легкие, опять же таки, по мне. Будет на несколько вариантов. То есть, полностью формат нескольких вариантов я не буду убирать. Для тех, кто не понимает, как можно смотреть на большую аудиторию расклады на один формат, расскажу свое видение, свое понимание. Я не буду решать за других коллег. Я говорю о себе. Можно ли смотреть в моем понимании расклад на одну позицию? Начнем с того, что все расклады, они общие. А если они общие, это не говорит уже о том, что есть какой-то определенный процент, что вам может отыграться. То есть, если мы смотрим расклад и в ожидании того, что вот этот расклад, он будет прям 100% давать мне ответ на мой вопрос, это ошибочное восприятие, потому что расклады, они общие, они не индивидуальные. То есть, они уже изначально не должны на 100% отыгрываться. Если они отыгрываются, это уже второй вопрос. Но изначально сам формат общих раскладов, и об этом очень многие коллеги все время подчеркивают, но почему-то слушатели, зрители об этом забывают. И особенно, когда начинаются комментарии, что вот у меня не отыгралось, либо у меня отыгрался столько процентов, либо еще что-то. Скорее всего, люди просто забывают, что это общий расклад. Это один момент. Второй момент. Я уже говорила неоднократно, но если приходится повторять, видимо, не все услышали, либо забыли, видимо, нужно напомнить, не знаю. Вопросы касательно выбора. Это иллюзия. Это иллюзия, почему? Потому что выбор, опять же-таки, здесь приходится уходить в психологию. Я сейчас не хочу это затрагивать, это и обращать на это внимание, ну, тратить время на то, чтобы объяснить то, как устроен наш мозг, и почему я считаю, что это иллюзия выбора. На самом деле люди считают, что у них есть выбор, когда они выбирают позицию, но по факту изначально уже бессознательно, и наш мозг дает команду тому, что человек выберет. То есть изначально идет осознание, даже не осознание, изначально идет импульс, что нужно выбрать с задержкой на какие-то там тысячные доли секунд. Человек осознает, что ему нужно сделать выбор, и он считает, что он делает этот выбор. На самом деле наша бессознательная уже решила. Все за нас. То есть это такие моменты, вы можете найти это в психологии, если поискать статьи, были, боже мой, как они называются, эксперименты сделаны на эту тему. Поэтому это тоже спорный вопрос. Следующий момент, который можно затронуть в общих раскладах, опять же таки, я не пропагандирую на одну позицию, либо на несколько позиций. Я просто даю более обширное такое понимание того, почему можно смотреть. Другой вариант заключается в том, что мои расклады, и я говорила про это неоднократно, они не направлены на то, чтобы человеку все абсолютно отозвалось. Задача моих раскладов на моем канале, чтобы человек при прослушивании начал отслеживать внутри себя то, что ему откликается. Неважно, какой это вариант. Первый, второй, или третий, или десятый, или двадцатый. Если человек слушает за делом на то, что я хочу получить информацию, он эту информацию получит. А эта информация может быть в десяти вариантах одновременно. Она может быть необходимой информацией в одном каком-то конкретном слове. То есть изначально, когда слушаешь расклад, ты не можешь знать, где, какое слово тебя зацепит, какая фраза тебя зацепит, какая эмоция, либо какая ассоциация тебя зацепит. То есть если настраивается исключительно на то, что я хочу получить информацию, вы ее получите. Если вы хотите получить то, что вы желаете от расклада, ну например, если мы берем тему, почему у меня нету, я не могу зарабатывать много денег, и вы настраиваетесь на то, чтобы получить подтверждение, что у меня есть какое-то убеждение, например, у меня блок на финансы. Все. Вы это знаете. И если вы настраиваетесь на то, что вот я послушаю расклад, и я найду в нем подтверждение, очень многие так слушают расклады, находя подтверждение тому, чему они знают, то вы, конечно же, и получите это подтверждение, что да, там есть какой-то блок. Все зависит от того, какой настрой. То есть наш организм и наше тело. Вообще человек сам по себе это такая достаточно сложная организация, и одновременно она очень простая. То есть она системная, но вот эти системы разные в нашем организме, они настолько взаимосвязаны и переплетаются, что вот как-то, знаете, категорично сказать, что будет только вот так, либо вот так, невозможно. Поэтому фраза, которую даже сами зрители часто в комментариях пишут, у кого есть уши, тот услышит, у кого есть глаза, тот увидит. Но если вы хотите получить действительно информацию, то вы ее получите, потому что вы настраиваетесь на это. Это точно так же, как если, например, вы хотите себе приобрести, я не знаю, автомобиль. Вот вам конкретная марка нравится, и вы задумались о том, что я хочу приобрести именно вот эту вот модель, именно вот этой марки. И вот как-то неожиданно так случается, что вы выходите на улицу и начинаете замечать вот эту вот именно конкретную марку. И у вас может возникнуть такое ощущение, что как-то город переполнен этой маркой и именно этого цвета автомобилем? Нет, дело в том, что вы просто сонастраиваетесь и притягиваете согласно со своим фокусом внимания, на чем вы концентрируетесь, где ваша энергия, где ваше внимание. Вы это притягиваете, вы начинаете это замечать. Если вы начинаете работать, например, отсюда идет, кстати, вот это вот выражение, да, вор-вора видит издалека. Если у человека, опять-таки взяв эту фразу, да, есть какие-то определенные навыки, я не знаю, к примеру, манипуляции, да, какого-то обмана, то этот человек, имея этот навык, и смотря на мир через призму этого навыка, он будет в других людях замечать именно это. То есть если человек, допустим, привык манипулировать, привык обманывать, он в других людях не будет замечать добро и красоту, он будет замечать, где этот человек обманул, где ему нельзя доверять. И в чем можно остерегаться? И он будет замечать это во всех людях, понимаете? Тут вопрос идет с настройки. Следующий момент по поводу раскладов на одну позицию. Я все время говорю только о своем канале. Я не знаю, как это работает на других, почему я выделяю свой канал. Потому что мой канал, он направлен на тематику самопознания и развития. Я не делаю расклады в контексте предсказаний, магии, высшей силы и все такое. Мне интересно, чисто психология, философия – это то, что я продвигаю. И вы уже, если вы находитесь на моем канале, вы это прекрасно знаете. С другой стороны, то, как я читаю поле информационное, оно намного отличается от считки коллег. Оно не хуже и не лучше. Оно просто другое. Это другой формат. Я читаю поле, пропуская информацию через себя. И вы видели, вот в последнем, по-моему, раскладе, если я не ошибаюсь, либо в последнем, либо в предпоследнем раскладе, особенно это была вторая позиция, я забыла, что нужно было вытаскивать карты и читала информацию с поля. То есть мне карты, по сути, нужны для сонастройки. И плюс ко всему у меня еще есть моя неуверенность в том, что я могу читать без карт и страха, и присутствует, которые нужно мне самой преодолеть, проработать в этом формате. Поэтому карты я беру больше как некие такие, знаете, костыли. Исходя из этого, опять же-таки, причислить меня к тарологам, ну, к обычным, да, как это, традиционным, не знаю, это достаточно сложно. Еще момент, да, то есть много моментов, понимаете, вся система, она такая многогранная. Как можно читать на одну позицию? Можно рассматривать, такой просто вопрос я увидела о том, что люди разные, типажи разные, как можно в одной позиции, чтобы всем отзывалось. Всем все равно не отыграется так или иначе, но читая в потоке, вот именно в потоке, что я подразумеваю в потоке? Я подразумеваю именно то, что нету какого-то конкретного вопроса, нету какой-то конкретной задачи. Вот куда идет энергия? Вот эту энергию я исчитываю. Может быть так, что я могу увидеть, например, нескольких людей, это могут быть там 3, 5, 10, не знаю, вот что поле покажет. То есть оно может показать разных людей, разные ветки развития. Это может быть все в одном раскладе. А может быть поле, с чего формируется поле? Из тех людей, кто смотрит, которые притягиваются на тему, то есть сама тема загаданная, как некий такой вектор, который я задаю тематикой, на нее притягиваются люди, которым интересна данная тема. Тем самым образуется некое такое поле. Вот в зависимости от того, какие люди притягиваются, такую информацию буду давать. То есть это может быть несколько веток развития. И если я их увижу, я обязательно говорю, то есть допустим, может быть вот такой вариант, может быть вот такой вариант, может быть вот такой вариант. То есть получается, что в раскладе на одну позицию я уже отображаю несколько вариантов. А может быть, что настолько конкретно что-то одно покажут, одну какую-то ветку развития ситуации, И я ее считаю. И это не будет, как это сказать, показателем того, что вот если бы был, например, второй и третий вариант, я по-другому бы как-то читала. Здесь не об этом. Здесь может, то есть каждый раз это настолько непредсказуемое формирование этого энергетического поля и настолько непредсказуемо, в каком я настрое выхожу, чтобы считывать то, что я вам говорю. Поэтому не будьте настолько предвзяты в тематиках, вообще, ну по крайней мере на моем канале, вариантов, не будьте столь категоричны и предвзяты в темах. Опять же таки, прошлый расклад по поводу ненависти. Я читала комментарии, и люди пишут, ну мне не свойственно, ненависть это не мое. Я, если внимательно слушали вступление, а это показатель для меня, что многие люди не слушают вступление, не знаю, может неинтересно. То есть я всему могу дать объяснение, но со своей точки зрения, вот со своей позиции, да, я всегда поясняю. То есть если люди не слышат, пропустили, не знают, здесь моей вины в этом нет. И вот в прошлом раскладе я как раз говорила о том, что темы могут быть, да, например, тема про ненависть. Но если я не ошибаюсь, только в одной позиции, в третьей, то в каком-то одном конкретном варианте была ненависть. Во всех остальных позициях этой ненависти не было. И если человек читает тему, да, что заявлена тема, там, например, кого вы ненавидите, мне это не откликается, я это смотреть не буду. Окей, ваше право. Но есть те, которые сказали, мне это не откликается, но я знаю, что у Елени всегда что-то такое необычное, я хочу просто послушать, мне любопытно. И человек зашел, и он увидел, что изначально, если бы я рассматривала тему ненависти, она бы ему не отозвалась. Но то, что я сказала, оно отозвалось. Почему? Потому что я не знаю, как пойдет расклад. У меня есть тема, но вот какая энергия будет, как развернется, я не знаю. Помню, у меня был расклад как-то давно, такой провокационный, на тему бумеранга. Мне вот тематика врагов и все такое, она мне не свойственна. Но интересно было посмотреть, как она будет разворачиваться у меня на канале, этот расклад. Я, по-моему, его сделала. Там вообще близко про бумеранг ничего не было. То есть, понимаете, поле, которое я создаю на своем канале, оно настолько непредсказуемо, насколько и мой характер. То есть это может быть так, это может быть по-другому. Поэтому, что вы можете сделать? Ну, из того, что я понимаю и осознаю, вы можете смотреть, включить. Если нравится, смотрите. Не нравится, выключайте. Это единственное, что я могу сказать. Почему? Потому что я не знаю, как будет расклад на одну позицию. У меня может быть, знаете как, может быть даже на три позиции. И во всех трех позициях я вижу одну какую-то конкретную личность в разные этапы ее жизни. Более молодом, более зрелым, там до развода, после развода, не знаю, после каких-то серьезных ситуаций. Кажется, что да, варианты есть. Но на самом деле там один человек. То есть, вот прям, если мы говорим про саморазвитие, то развитие, оно предполагает то, что мы убираем те рамки, которые нас ограничивают. Вот постарайтесь и вы убирать рамки в раскладах на моем канале, когда вы слушаете. То есть, не старайтесь смотреть через призму того, что вы уже знаете. Входите в поле прослушивания с позиции «я ничего не знаю, и я очень хочу услышать что-то новое». Вы даете настрой своему мозгу, и он будет замечать то, чего он не знает. Если вы входите в позиции «а, я все знаю, и мне ничего не интересно», то, конечно же, вы ничего и не услышите. Все зависит от нашего настроя. Вот такое вступление я хотела сказать. Надеюсь, я была услышана. Если нет, то нет. Если да, то да. На одну позицию я буду делать сегодня расклад. Тема расклада, значит, какой опыт вы хотите прожить. О чем этот расклад? Дело в том, что очень часто мы себе говорим, вот мне хотелось бы, да, там, я не знаю, чтобы в своей жизни я открыла, ну, поняла для себя, например, какое-то дело. Вот чем я хочу заняться, да, то, что люди, например, называют предназначением. Вот. Я это просто называю делом, либо призванием, ну, неважно, как это называется. И человек как будто бы манифестирует в пространство, что вот я хочу этот опыт получить для себя. Ну, вот мне хотелось бы, да. Либо я готова, там, хочу познакомиться с человеком, хочу найти работу, хочу переехать. Ну, каждого идти хотел, это много. И человек манифестирует об этом и говорит, я хочу получить вот такой опыт, вот такое прожить. Но согласно развитию его души, которая прекрасно знает, что ей нужно, да, потому что она воплощается с определенными задачами, душа говорит, что мне не важно, что ты хочешь. Тебе сейчас этот опыт не нужен, есть более важные вещи. И мы, как люди, поскольку смотрим тоннельно, вот именно как один пиксель, мы не видим полностью всю картинку. Иногда мы начинаем обижаться, почему я не получаю то, что я не хочу. Начинаем задумываться, может быть, со мной что-то не так, может быть, там, в общем, начинаем себя накручивать. А суть заключается просто в том, что тебе этот опыт не нужен. Либо ты его уже когда-то проходила, либо ты еще не доросла, либо на данном этапе надо прожить что-то другое, что более приоритетно, нежели то, что ты хочешь. И вот тематика сегодняшнего расклада как раз-таки про это. То есть мы будем смотреть, какой опыт, да, мы хотим прожить, какой опыт надо нашей душе именно в момент, в срезе здесь и сейчас. Не в будущем, а именно в срезе здесь и сейчас. И какой опыт вам дадут. Потому что то, что мы хотим, и то, что нам дадут, это может быть разные моменты, может быть и одно и то же, я не знаю. Вот сегодня вот эти вот три вопроса мы будем смотреть. Я выбрала расклад на одну позицию, почему? Потому что я хочу вот прям очень глубоко ощутить смыслы. Опять же таки, покажут несколько человек, несколько там, я не знаю, энергии, веток развития, я скажу. Покажут одну, опять же таки скажу. Поэтому с одной стороны расклад на одну позицию, он дает мне возможность погрузиться более глубоко и сделать срезы за пластом. И при этом не ограничивая себя во времени. Потому что если расклад по позициям, то в каждой позиции есть определенное время, которое я отвожу. Это ну примерно 15 минут, ну максимум 20. Чтобы не было огроменным раскладом. А теперь представьте, если три позиции, то это будет час по времени. А если я сделаю на одну позицию, но уже не буду себя ограничивать во времени, сколько пойдет, столько пойдет. Это может быть одна позиция, в ней может быть 40 минут. Но зато услышу и смогу погрузиться и раскрыть тему. Я со своей стороны достаточно обширна, и это будет более эффективно, на мой взгляд, чем если бы я себя ограничила во времени, зная о том, что вот, все, надо закрываться, надо закругляться, потому что там есть еще и другие позиции. То есть вот такие моменты тоже могут быть. Опять же таки, для чего я вам это говорю? Вы же не знаете кухню, да? Что за камерой происходит, и что происходит в моей голове, и какие у меня планы, да? Вы видите только ту ширму, которую я вам показываю. Поэтому я считаю, нужно вам это все объяснить, это все рассказать. Может быть, это нудно, может быть, для кого-то это и неинтересно. И уже мы хотим посмотреть расклад, потому что мы привыкли жить время скоростей. Но в какие-то моменты мне кажется, что нужно прояснять эти вопросы, чтобы потом я не встречала в комментариях негодование людей и непонимание, почему мы... Потому что еще, знаете, есть одно дело, если просто человек задается вопросом, да, а как, например, там в одной позиции я увижу разные архитипы. А есть же люди, которые говорят, ну, тогда я не буду смотреть расклады. Мне все время хочется сказать, да не смотрите ради бога, что же я кого-то заставляю. То есть я пойду на другой канал. Так ради бога, если найдете другие каналы самопознания с моими тематиками психологии и философии, я буду только рада. Я буду только рада, честно, потому что это звучит как-то немножко, знаете, ультимативно, да? То есть либо ты делаешь на много вариантов, либо я ухожу. Все, ухожу в монастырь, бросаю все, и ухожу в монастырь. Шучу я, конечно же, но иногда это вот звучит примерно так. Ну, давайте приступим. Итак, какой опыт вы хотите прожить? Смотрим. Какой опыт вы хотите прожить сейчас? Ну, паркану солнышка, какой опыт вы хотели бы прожить? Счастье? Счастье, радости, легкости, беззаботности, наполненности. Знаете, здесь просто человек хотел бы жить. Жить и наполнять свою жизнь теми смыслами, которые он ощущает важными, актуальными и приоритетными на данном этапе. То есть человек, который не задумывается о будущем, человек, которого не удручает его прошлое, не гнетет его это прошлое. То есть человек просто хочет жить, вы знаете, как-то беззаботно. Сразу можно представить, что предшествовало вот этому желанию человека. То есть если он хочет все с себя сбросить и сказать, хочу какого-то, знаете, забвения. Забвения и, может быть, даже какой-то безмятежности и счастья в контексте того, чтобы не думать. Человек устал. Устал физически, может быть, морально устал от невзгод, от того, что его окружает. Бывают такие моменты. Но я не чувствую здесь усталости, я просто чувствую того, что человек говорит, я не хочу. Вы знаете, причем еще здесь такое понимание есть, что я не хочу видеть то, что я вижу. Здесь нужно быть немножко аккуратным, если у вас такие мысли есть с этим, потому что это действительно может отобразиться буквально на ухудшении в вашем зрении. Поэтому будьте внимательны со своими желаниями. Но здесь человек, который говорит, что я не хочу видеть ту серую реальность, в которой я проживаю. Я хочу быть просто счастливым человеком. Вот это вот главный урок, который человек хотел бы прожить на данном этапе. Это именно урок. Потому что научиться быть счастливым, это тоже умение, это тоже мастерство. Поэтому на данном этапе мы хотим прожить счастье, радость, красоту, изобилие. Так, королева жезлов. Хочу какой-то яркости в жизни. Может быть, новых каких-то впечатлений. Возможно, новых знакомств. Возможно, побывать в каких-то новых местах. То есть здесь человек хочет наполниться энергетически. Он энергетически обесточен. Возможно, рутина. Возможно, даже и зима сама по себе, как период времени такой холодный. Недостаток этого солнца, недостаток теплоты, недостаток внимания. Но все может сыграть на то, что человек хотел бы с одной стороны солнышко мы видим, с другой стороны королева жезлов. То есть тоже огонь. Хочу какие-то желания. Хочу яркости, хочу теплоты, хочу эмоций таких красочных. Хочу свою серую жизнь раскрасить яркими красками, чтобы мне было приятно. Причем, знаете, если такое действительно есть, у вас, возможно, возникает какое-то желание сменить, возможно, гардероб, либо наоборот, привнести немножко яркости. Ну, может быть, какие-нибудь там свитера розовые, желтые, что-то такое яркое. То есть вы обращаете внимание, что если вам не хватает яркости, вы этот цвет все равно как-то будете привносить в свою жизнь. Либо через одежду, либо через макияж, либо через какие-то украшения. То есть какие-то аксессуары, не знаю, сумки. В общем, однозначно, если не хватает этого цвета, вы так или иначе будете желать этого цвета и будете привносить в свою жизнь. Это может быть постельное белье, к примеру, очень яркое в виде каких-то цветов, в виде каких-то принтов очень ярких. То есть такое тоже может быть. Еще какой опыт вы хотели бы прожить. Баланс. То есть человек как-то хочет сбалансировать свою жизнь. В данном случае может быть сбалансировать материальную жизнь. То есть как-то выровнять свои финансы, успокоиться. Здесь по двойке пендаклия присутствует какая-то суета, возможно, какие-то замешательства. Может быть ситуация, когда человек опаздывает. Надо было быть вовремя, куда-то едет, и опоздал. Опоздал на поезд, опоздал на корабль, не знаю, куда-то он опаздывает. Либо наоборот, человек все время спешит, спешит куда-то, присутствует эта суета, и при этом он все равно как-то опаздывает. То есть какое-то внутреннее здесь беспокойство. и человек хотел бы вот эту внутреннюю суету здесь просто слово такое идет, знаете, вот уймись, то есть успокойся. Дети бывают такие, непоседы. Но вот это чувство, оно внутреннее, когда человек ощущает, что мне надо что-то сделать. Иногда бывает так, что вы даже расслабляетесь, но есть такое ощущение, что я что-то забыла, я что-то упустила, я что-то не сделала. Вот это вот как раз-таки по двойке пендаклей это вот какая-то внутренняя такая суета. И то, что вы хотели бы прожить сейчас как опыт, это научиться быть в гармонии, научиться быть в балансе, не беспокоиться, не тревожиться, научиться выстраивать правильно приоритеты в своей жизни. То есть чтобы не находиться в состоянии того, что мне выбрать, это или это. Хотелось бы иметь и то, и другое, что для этого нужно сделать. Еще, если какие-то моменты, опыт, который вы хотели бы прожить. Ну, здесь вот финансовые вопросы интересуют. Хотелось бы стабильности, жить в достатке. Здесь безопасность. Здесь очень много вопросов безопасности. Я не чувствую здесь страха за будущее, либо вообще тревогу за что-то. но здесь вот ощущение безопасности. То есть я хочу, не знаю, жить своей обыденной жизнью и при этом не беспокоиться. Здесь, как будто, вы знаете, у людей есть какая-то тревога, что в любой момент надо будет как-то сорваться и куда-то бежать. Возможно, у вас даже есть какой-нибудь там, я не знаю, чемодан, рюкзак экстренной, эвакуации какой-то. Есть здесь такое ощущение. И поэтому король педакли говорит о том, что человек хотел бы прожить опыт такой, ну вот именно безопасности. Когда мне спокойно, когда я вот ни о чем не думаю, я никуда не бегу, я никуда не тороплюсь. Все идет медленно, но при этом так комфортно, размеренно. Я устал от этих перемен. То есть здесь вот стабильность в контексте отсутствия перемен. Король педакли это вот прям такой, знаете, представитель знака зодиака тельцов. Либо вот этого стабильного креста. Когда люди не, ну, трудно переносят какие-то перемены в жизни, потому что им сложно мазь земли, она тяжелая и она постоянная. То есть ей тяжело адаптироваться каким-то переменам. Поэтому здесь есть желание, чтобы все как-то устаканилось, чтобы был какой-то комфорт, который можно именно пощупать, потрогать. То есть это касательно денег, может быть, это касательно обыденности, какой-то рутины, чтобы все было понятно. И самое главное, чтобы не надо было никуда бежать. Вот это очень важно. Еще смотрим, есть ли какой-то опыт, который вы хотели бы прожить. Ну, десятка пендаклей, она может быть в контексте построения какой-то структуры стабильности, что я уже говорила про пендакли, но с другой стороны, человек хотел бы возможно прожить здесь вопросы связанные с семьей. То есть не знаю, может быть изменить свой статус, прийти к семейному какому-то положению, либо что-то связанное с семьей, объединиться в семье, праздники грядут, может быть как-то куда-то поехать, встретиться со своими родственниками, родственниками, близкими, что-то такое здесь тоже есть. Ну и, конечно же, вопрос финансов он встает. Здесь получается одна ветка развития непосредственно связана с самопознанием «я хочу для себя что-то», а другая ветка она тоже вроде бы для себя, но она все равно как-то объединяет еще и других людей. То есть здесь уклон больше в материальный и физический мир, в том числе и семью, а здесь больше на себя, на свою какую-то индивидуальность. Получилось у нас две ветки развития. Напомню, расклад на одну позицию. Итак, смотрим дальше. А какой надо вашей душе сейчас? Какой опыт? По аркану мира, да, то есть здесь может быть опыт, связанный с завершением того, что вы уже ранее что-то знали. Здесь как показатель того, что все, что вам необходимо было пройти, вы уже прошли, нужно поставить точку и пойти дальше. Вот в новое, в которое нужно шагнуть и сделать первый шаг, это новое, оно действительно будет новое. то есть у вас такого опыта ранее не было. Если вы, например, не состояли в семье, то войти в эту семью, если вы раньше не были руководителем, то сейчас получить такой опыт. Если раньше вы что-то не умели, то сейчас получить этот опыт того, чего вы не умели, не знали. Расширение непосредственно границ. И здесь именно для этой ветки саморазвития, познания себя, люди, которые хотят быть счастливы, есть такая потребность душевного состояния, она как раз таки, аркан мира указывает на то, что душе необходимо единство, то есть вам необходимо пройти урок понимания единения, вот этой внутренней гармонии единения с вашим Высшим Я, с единением с миром. Возможно, здесь какой-нибудь навык эмпатии, ощущения пространства, ощущения слияния с другими людьми, с миром. Что еще может быть по аркану мира? Возможно, вам нужно будет расширять ваш кругозор, побывать в каких-то местах, в которых вы ранее не были, опять же, в контексте яркости жизни, то есть сменить какую-то обстановку, то есть побывать в каких-то местах, которые бы вам дали эту яркость жизни, краски жизни, расширить. То есть расширение здесь, оно должно быть как внутри, через снятие каких-то внутренних ваших барьеров, когда мы достигаем более высокого уровня эмоционального вибрации по аркану солнца, то есть счастье, мы начинаем вибрировать очень высоко, то здесь, конечно же, у вас появится новый какой-то опыт, потому что вы на эти энергии притянете то, что вы ранее не притягивали и вам было неизвестно. Поэтому новые впечатления, новые места, новые знакомства, возможно, с людьми, которые далеки от вашего восприятия мира, то есть все, что связано с границами и преодоление этих границ, когда мы выходим за пределы этих границ. Это может быть как в физическом нашем теле, то есть возможно выход в астрал, если вы ранее не практиковали что-то такое, возможно физические границы, когда вы выходите за территориальные какие-то пределы, куда вы ранее не выходили, то есть если вы раньше жили только в своем городе и никогда не бывали в соседнем городе, то возможно здесь необходимо будет поехать в другой город. Если например, не выезжали за пределы страны, то побывать в другой стране, то есть в какой-то другой местности. Также это может быть ваше внутреннее ощущение границ сознания, когда необходимо расширение этого сознания, то есть смотреть намного шире, намного больше, возможно что-то здесь изучать, то, что ранее вы бы не изучали, то есть шагнуть в новое, сделать этот шаг, поставить себе цель и двигаться в этом направлении. Еще какой опыт нужен вашей душе. Это тоже про ветку саморазвития, двойка кубков, то, что я говорила, про единение и гармонию. Также здесь человеку для счастья возможно. С одной стороны можно, поскольку здесь однополый, две девушки, найти гармонию с самой собой, то есть прийти к единению, договориться с самой собой в чем-то, ощутить вот эту целостность, не то, что меня разрывает на две части, либо на три, насколько может разделять каждого человека, а ощутить себя наконец-таки целостной. вернуть себе все свои частички души, то есть прям ощутить единение, что двойка кубков, что аркан мира, они примерно одинаковы по своей сути энергетической, по масштабам они разные, а по своей сути, по своей природе они одинаковы. Но возможно для кого-то здесь и действительно необходим опыт партнерства, дополнения, то есть не просто партнерства, а найти человека, который будет похожим на вас, каких-то ваших качествах, то есть он не должен быть вашей противоположностью, он должен быть похож на вас, то есть здесь необходима какая-то близость, возможно вам этот опыт близости, доверия, открытия, дополнения друг друга, он вам необходим, то есть это партнерство может быть как личной жизни, так в профессиональной сфере, это также может быть какой-то тандем в дружбе, то есть все, что все моменты, где вы сможете ощутить, что вы друг друга дополняете, и при этом вот именно здесь как семские близнецы идут, такая энергия, то есть вы едины, вот в области анахаты, то есть есть какое-то единение, вы эту близость чувствуете, может быть не физически, но вот на уровне души эта близость ощущается, вы ощущаете это родство, что этот человек он мне он мне знаком, и неважно в какой роли он будет проявляться в вашей жизни, вот душе необходим сейчас вот такой опыт, вот эта ветка, смотрим, здесь какой опыт необходим душе, обнуление, обновление, да, то есть возможно здесь происходит какой-то застой, то есть избавиться от прошлого и избавиться от каких-то страхов и шагнуть в новое, какие страхи? тройка мечей, ну вот я говорю, то что я говорила про безопасность, да, тройка мечей здесь говорит о том, что у человека есть какая-то скорбь и вот эта вот бесконечная боль, и где-то он от нее бежит, вот здесь здесь может быть даже и бессонница какие-то, то есть человек бессонница, беспокойно как-то спит, понимаете, может быть и едить его очень быстро, что в принципе не свойственно королю пендаклей, но здесь вот именно вот это трапеза, прием пищи, такой быстро-быстро-скоростной, потому что есть ощущение того, что мне надо как-то успеть. Боитесь, боитесь боли, боитесь разбитого сердца, причем тогда, когда вы сами себе его разбиваете, не кто-то. Почему? Потому что возможно не исполняются какие-то желания, да, я не получаю то, чего хочу. Здесь страхи об этом, да, что я не получу, что у меня не получится, что я не побываю там, где я хочу, что я не услышу тот зов, который меня, может быть это в контексте профессии, да, такое тоже может быть, что я как-то не могу реализовать себя, да, я не могу зарабатывать на том, что я, что я хочу. То есть вот какие-то такие страхи, сомнения, они вам мешают и душе необходим опыт обнуления. Что еще необходимо здесь в душе? Выйти из какой-то своей стабильности, энерго, такого, экономного режима, выйти из страха, что в принципе уже и было озвучено, выйти из каких-то сомнений, из лабиринтов своего сознания, что я вот никак у меня не получается, да, то есть если здесь речь идет вот про эту ветку, у меня есть мечта создать семью, и у меня не получается, из-за этого идут страхи, то здесь душа говорит о том, что здесь вам необходим опыт как раз-таки прожить партнерство, ну возможно создание семьи, любви, то есть вам необходим такой опыт сейчас, и поэтому вот ваше желание, если у вас есть создание семьи, оно понятно, да, то есть здесь идет как это, созвучно, то, что вы хотите, и то, что хочет душа, здесь созвучно, исходя из этого, вероятнее всего, что вы это получите, то есть когда есть согласие того, что хотите вы и то, что хочет душа, чаще всего нам это дают, с другой стороны касательно финансов, здесь идет непонятная ситуация, такая мутная, непроясненная, да, страхи, страхи, как я уже сказала, тревожность и беспокойство за деньги, здесь касательно суеты, здесь говорится о том, что все равно как белка в колесе, да, то есть колесо это некое такое ограничение, некая такая стабильность и вот вы бегаете по кругу одно и то же, одно и то же, здесь нужно выйти за пределы этого круга, да, то есть вот здесь получается у нас, значит, вторая ветка, она неожиданно так это разделилось на еще три подветки, так, ну и давайте теперь посмотрим последний вопрос, какой опыт вам дадут, да, какой опыт, то есть что хотите вы мы посмотрели, что хочет ваша душа тоже посмотрели, а какой опыт вам дадут, какой опыт вам дадут, здесь дадут опыт работы, трудиться, здесь придется потрудиться, здесь просто так счастье не придет, а с чем придется потрудиться, с дьяволом, да, то есть здесь есть, видимо, здесь будут проверки, здесь идут какие-то внутренние проекции, привязанности, повторы какие-то сценарии здесь придется потрудиться прежде чем вам дадут любовь партнерство и то счастье которое вы хотите с чем связан здесь дьявол да то есть что что здесь завязано на дьяволе а здесь умение как раз таки правильного энергообмена смотрите вот что я говорила баланс до внутренне когда вы сами собой договариваетесь вот она шестерка пендакли выравнивание энергии то есть правильный энергообмен научиться давать и получать ровно столько сколько это необходимо здесь нету знаете правильно нужно понять касательно энергообмена здесь не в том контексте что вот я тебе дала 3 рубля и ты мне на три рубля должен обязательно дать конфеток да то есть не на три и с половиной и не на два а вот именно на три и это не так это не так здесь нужно научиться чувствовать внутри себя вот эту вот гармонию этот баланс то есть если вы одному человеку даете очень много то где-то какому-то другому вы должны будете дать намного меньше потому что вы не можете все время быть дающим 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 да вам надо как-то возместить ту силу которой вы даете то есть должен быть баланс либо вы должны найти такого человека который такой же как и вы дающий тогда получается сколько вы даете столько же вы от него и получаете но мы в мире как правило у нас не бывает так что вот я одному даю да и от него сразу получаю как правило кому-то даем и откуда вот а мы получаем вот здесь вот ваша задача научиться быть в гармонии потому что что-то здесь с этим балансом нарушена здесь придется поработать и дьявол просто так он никогда не отпускает что здесь наружена ну вот она десятка кубков которые вы хотите да вот это счастье возможно возможно если вы хотите этого солнца и вам его не хватает велика вероятность что вы слишком много отдаете и не умеете принимать то есть здесь может быть еще и такой момент что вы отдавать умеете а принимать не умеете это не говорится о том что вам не дают вам дают а вы не берете вот ваша задача здесь по дьяволу пройти вот урок и не какой хочет вселенная дать вам урок чтобы вы научились для того чтобы прийти вот к этой пиковому состоянию счастья и радости да по аркану солнца вам придется научиться и понять для себя что такое баланс что такое как в каком количестве опять же таки здесь нету какой-то и одной единицы конкретной до которой можно измерять это вот все должно быть по ощущению когда вы почему по ощущениям потому что здесь вот в балансе двойкой кубков да вы внутри себя должны эти весы ощущать я дала сейчас много или мало и это как это сказать это не то что вот какая-то единица измеримая которое можно ощутить например как я пойму много я дала любви или нет поделилась ли я всей радостью оставила себе немножко мой человек должен как-то внутри себя найти вот эти весы этот какой-то показатель для себя когда я понимаю он есть у всех вопрос умеете ли вы этим пользоваться или нет то есть вы понимаете когда вы дали человеку очень много потому что вы после этого ощущаете себя опустошенным здесь с одной стороны нужно научиться понимать что я даем ну вот сколько я даю и сколько я получаю а с другой стороны нужно научиться принимать это все а то есть вот то что мне дают замен нужно научиться и приеме и дать и я чувствую опустошение а как наполнится я не знаю то есть вот все эти законы вам у вас будет урок вам нужно будет это сейчас пройти и вы будете но будьте наблюдательны и смотрите по сторонам и вы заметите да что как-то вот постоянно где-то что-то вам не додают либо наоборот очень много дают вам нужно понять вот этот вот нащупать нащупать этот эту золотую середину вы как это сказать здесь нет каких-то правил либо рекомендации что вам нужно сделать это должно быть ваша интуитивная и у вас она есть на вы по двойке кубков в интуитивно вот это вот чувство гармонии это можете почувствовать почему потому что по аркану мира у вас этот опыт уже есть но по каким-то причин как это сказать навыка еще может быть и нету поэтому здесь и говорится по восьмерке пендапель что вам этот навык надо будет вырабатывать и вероятнее всего как следствие да как приз как вы поймете выработала сегодня этот навык или нет выровняла ли я энергии баланса брать отдавать или нет вы получите счастье вы получите пару для кого это важно да возможно семью тоже для кого-то если это важно но в любом случае ваши декорации они сменятся вы ощутите счастье то есть тот момент когда наступит и вы ощутите счастье что такое счастье это внутренняя гармония по аркану мира это внутренняя наполненность это высокие вибрации когда вы к ним приходите когда у вас все сбалансировано когда нету никаких перекосов потому что если есть перекос есть качель а есть качели вас будет бросать либо вверх либо вниз либо туда-сюда когда вы наполнены вас это автоматически поднимает наверх вот к этим вибрациям солнца и вы это получите но это будет следствием урок ваш будет здесь здесь что у нас будет проходить какой вам дадут опыт какой вам дадут опыт восьмерка сосудов она говорит о том что вам нужно будет здесь научиться преодолевать какие-то преграды здесь будут очень много сомнений двойка педакли у нас тоже указывает да на какую-то дуальность здесь будет внешние факторы по восьмерке сосудов которые не будут давать вам вот именно того баланса которые вы хотели бы получить чтобы вот не было вот этой внутренней суеты был какой-то вот внутреннее спокойствие да некое такое постоянство вам дадут урок когда будет внешние факторы какие-то на которые вы не можете повлиять но они вам будут мешать причем не просто мешать а вы будете начинать задумываться о том что правильным путем ли я иду а не является ли вот это вот преграда подсказкой того что мне нужно бросить и сойти с дороги сойти с пути здесь восьмерка сосудов она про это говорит что внешние факторы влияют настолько сильно что человек начинает сомневаться в правильности выбранного своего пути но это будет проверка это будет проверка что вам здесь нужно будет сделать ну аркан справедливости вы поймете здесь нужно поступать по справедливости у вас есть внутренние вот это вот чутье как правильно как верно по совести я бы так сказала поступайте правильно поступайте по совести вы поймете здесь проверка так вот этот формат смотрим до связанные со страхами с финансами здесь какой урок вам дадут какой развитие здесь смотрите как вас будет проверять очень хорошо вам дадут возможность двигаться дальше если как говорится у вас есть стальные нервы да если у вас есть сила воли то вы шагнете а если нет то здесь появится сомнение и вы так и останетесь на том этапе на котором вы есть здесь у вас как будто бы будет испытывать проверять чем-то хорошим а вы будете в этом сомневаться то есть вам дадут этап тогда когда нужно будет шагнуть вперед нужно будет преодолеть какую-то свою неуверенность и пойти в развитие но по луне вы будете сомневаться и будете себе говорить о развитие ли это а нужно ли мне а вдруг опять получится то что было раньше то есть здесь вот с одной стороны тоже вроде проверка как урок идет да вам нужно пройти этот этап а с другой стороны он он понимаете он позитивный но люди которые привыкли как то жить в неком таком пессимизме им достаточно сложно поверить то есть обычно мы это выражается фраза это настолько хорошо чтобы это было реальностью да то есть я в это не верю и сами от этого отказываются только лишь потому что они не верят еще какой вам опыт здесь дадут исцеление здесь дадут опыт исцеления момент лишь того что сможете ли вы воспользоваться этим опытом ну теоретически до теоретически до по тройке кубка да вы вы должны вы должны это пройти у меня такое чувство что здесь вы должны дойти до самого дна какого-то до по тройке мечей и сказать что все я больше так не могу и я хочу попробовать по-другому то есть если вы не дойдете до самого дна по тройке мечей вам сложно будет всплыть здесь вы должны дойти до какого-то предела прежде чем вы всплывете на поверхность и начнете что-то менять то есть вот аркан умеренности тоже про это говорит да надо войти в какую-то одну крайность для того чтобы потом это силы выравнивания сбросили вас перебросили вас на другую противоположность на позитивную здесь интересный такой урок урок на терпение урок смирения урок принятия сложно принять развитие вот представляете есть люди которым действительно что-то такое позитивное достаточно сложно принять и наверное просто потому что жизненный опыт такой все время через негатив негатив когда дается что-то хорошее человек начинает сомневаться и в этих сомнениях отказывается просто потому что его зона комфорта она находится в негативных каких-то сценариях и казалось да иногда вот люди пишут как так может быть что-то негативное и это зона комфорта если человек всю жизнь свою жил в каком-то негативе туда же пребывая в какой-то позитивной среде ему будет некомфортно и он будет все равно стремиться вернуться к тому что ему известно и что ему понятно потому что там он привык выживать и обычно эти люди все самое хорошее все самое прекрасное рушит то есть иногда это называется так если ты не готов к счастливым отношениям тебе дают этого человека прекрасного который готов тебя любить уважать давать тебе взаимность до что-то делает для тебя но тебе становится вдруг с ним скучно потому что ты в этом человеке будешь видеть слишком правильного и ты привык к состояниям абьюза привык к состояниям унижения потому что долгое время находился в этом и если нету осознанности понимания того что тебе дали то что ты хотел то люди как правило отказываются и возвращаются к своим каким-то прошлым отношениям к страданиям и боли и это неосудимо сейчас это я показываю о том как мы иногда самостоятельно отказываемся от своего счастья но со стороны мы это не видим мы просто воспринимает его человека он слишком какой-то скучный он слишком какой-то правильный это не моё почему не моё потому что я привык иначе я привык к там где не знаю где надо бороться где надо сражаться а если дают например отношения счастливые где сражаться не надо нужно просто наслаждаться человек отказывается я не умею наслаждаться да я я не привык жить например в роскошь это метафорично чтобы вы поняли это если взять например ребенка маугли который воспитывался например джунгли когда и привести его в цивилизацию и положить на на матрас там с перины какой-нибудь такой да очень мягкий и удобный он все равно как показывалось во многих фильмах он все равно будет спать на полу потому что он так привык это не потому что там какая-то принцесса на горошине да что под матрасом там несколькими матрасами там есть горошины мне некомфортно нет просто потому что человек привык спать на полу человек привык минимализму и он куда не пойдет если в доме будет находиться очень много лишних предметов у него все время желание что-то выбросить это его зона комфорта понимаете есть другая категория людей например которые наоборот все тащат в дом собирают и делают из своего дома некую такую ну не слалку а место где хранится все на всякий случай очень много таких людей и если этого человека поселить в какую-нибудь шикарную квартиру пустую он ее превратит опять же таки вот в такую как это уже опустите место склад будет все время что-то хранить он и и эту квартиру запомнит и это является зоной комфорта той зоны комфорта это там где человеку удобно как он привык это не значит что это комфорт комфорт в общепринятом понимании за то что комфортно человеку вот здесь вот примерно такой формат дадут как человек здесь будет проходить я я не знаю так ну и последний момент там про личную жизнь дам какой вам дадут опыт здесь придется побороться с самим собой для чего для того чтобы понять свою собственную какую-то ценность что человек представляет прежде чем из себя до прежде чем он пойдет в новое то здесь дадут опыт когда если для того чтобы встретить гармоничного человека для счастливой семейной жизни до человек в первую очередь должен понимать свою собственную ценность а здесь видимо если он до сих пор не встретила есть какие-то претензии к самому себе какая-то внутренняя борьба неудовлетворение в чем-то то есть есть какие-то убеждения которые между собой конфликтуют внутри этого человека и эти убеждения они связаны и как раз таки с пониманием себя насколько я ценный человек какие качества во мне есть хорошие то есть за что меня вообще можно любить здесь вот именно вопросы ценности себя человек должен будет понять прожить да ему такое опыт дадут прежде чем он пойдет в новое новое скорее всего то есть прежде чем ему надо то что он хочет он должен будет сам собой побороться понять понять себя познать себя то есть возможно будет какой-то опыт где человек будет понимать в чем моя ценность до насколько я себя люблю где и как выстроены в моей границе и так далее и так далее то есть опять же да опыт мы смотрели какой опыт вам дадут прежде чем вы получите то что вы хотите вот такой был сегодня раскат пишите свою обратную связь я благодарю вас за внимание напоминаю что в разделе сообщества будет анонс сегодня пятница до анонс на лиц консультации на свободную тему кому интересно приходите буду вас ждать а я с вами прощаюсь до понедельника всем пока пока